В региональном отделении Пенсионного фонда России зарегистрировано уже 50 жалоб от белгородцев на негосударственные пенсионные фонды. Устных жалоб еще больше. Недобросовестные агенты НПФ, представляясь то сотрудниками соцзащиты, то представителями ТСЖ, под разными предлогами выманивают паспортные данные и номера СНИЛС. Агентов интересуют люди 1967 года рождения и моложе, то есть те, кто имел право на формирование накопительной части пенсии. Ее мошенники переводят в новый НПФ, даже без ведома будущих пенсионеров. Главное – получить персональные данные. Почему нельзя сообщать эту информацию непонятно кому? Что делать, если это уже произошло? Из чего вообще складываются пенсионные накопления? Попробуем разобраться. Это программа «Прикладная экономика». С вами Марина Сафронова. Здравствуйте. До 31 декабря 2015 года каждый гражданин, родившийся после 1967 года, а именно такой порог определен федеральным законом, мог выбрать подходящий ему вариант пенсионного обеспечения, направить всю сумму страховых взносов работодателя на финансирование только страховой пенсии или распределить эти деньги на накопительную и страховую части. Каждый месяц работодатель отчисляет в Пенсионный фонд России 22% от вашей зарплаты. До 2014 года эти деньги делились на две части – страховую – 16% и накопительную – 6%. С 2014 года накопительная часть заморожена, и все 22% идут на страховую пенсию. Заморозка пенсионных накоплений – это мораторий на формирование накопительной части пенсии. С 2014 года все взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии, независимо от ранее выбранного варианта. Распоряжаться можно только накопительной частью – той суммой, которую работодатель успел перечислить до заморозки. Ее можно инвестировать и получать дополнительный доход. Например, перевести накопление в НПФ или оставить в Государственном пенсионном фонде. В последнем случае тоже есть варианты – отдать деньги Государственной управляющей компании или частной. По умолчанию все наши пенсионные накопления находятся в Государственной управляющей компании – это Внешэкономбанк. Человек может выбрать одну из 32 частных управляющих компаний. Эти компании отбираются по конкурсу. Если деньги передаются в управляющую компанию, все равно считается, что человек находится у страховщика в Пенсионный фонд Российской Федерации. Есть на сегодня 38 негосударственных пенсионных фондов, которые работают с нашими накоплениями. Это уже считается другой страховщик. То есть человек передает средства в негосударственный пенсионный фонд, и они реально уходят из Пенсионного фонда Российской Федерации и передаются в негосударственный пенсионный фонд. Негосударственные пенсионные фонды также с ними работают, инвестируют, зарабатывают для человека дополнительный доход. Разница между негосударственным пенсионным фондом и пенсионным фондом России в доходности и рисках. Государственная управляющая компания Внешэкономбанк вкладывает ваши деньги в низкорискованные активы, государственные и корпоративные облигации и банковские депозиты. Частная управляющая компания инвестирует не только в облигации, но и в акции, а также валюту. Риски выше, чем у ВЭБа, но и возможная доходность тоже выше. Негосударственный пенсионный фонд вкладывает деньги в широкий спектр активов, от акций до пифов и хедж-фондов, распределяя риски за счет диверсификации. Заранее предугадать, что выгоднее, невозможно. Негосударственные пенсионные фонды. Их изначально было много, их одно время было больше 130. Затем они на 1 января 2015 года должны были проакционироваться, пройти проверку Центробанком и их включили в реестр участников системы гарантирования. Сохранности пенсионных накоплений. Сейчас в этом реестре 38 негосударственных пенсионных фондов. Выбрать из них можно любой, но выбирать необходимо трезво. То есть человек должен сам определиться, в какой негосударственный пенсионный фонд он хочет передать свои средства. Реестр негосударственных пенсионных фондов можно найти на сайте Агентства по страхованию вкладов. Узнать доходность фонда на сайте Центробанка в разделе «Финансовые рынки». Проверять доходность нужно не только за последний год, а за 8-10 лет. Также важно, есть ли представительство фонда в вашем городе и кто его учредитель. Наличие фонда в списке АСВ означает, что даже в случае банкротства НПФ человек не потеряет накопительную часть пенсии. В случае банкротства НПФ человеку не стоит так сильно переживать за свои накопления. С ними ничего не случается. В этом случае банкротящийся НПФ обязан по закону в течение месяца, одного месяца, перечислить и список клиентов его передать в Пенсионный фонд России, и перечислить перечитающиеся деньги тоже в Пенсионный фонд России. В случае, если таких денежных средств банкротящегося НПФ не хватает, эти средства возмещает Центральный банк России, либо агентство по страхованию вкладов, точнее. Значит, единственная потеря может быть в этом случае, может быть потерян инвестиционный доход. Согласно данным ПФР, в конце 2017 года 41 миллион россиян держали свои накопления в Государственном пенсионном фонде. Средний счет половины из них доходил до 80 тысяч рублей. Это и есть потенциальные клиенты агентов НПФ, в том числе недобросовестных. Кроме того, по закону раз в год можно перевести свои деньги из одного НПФ в другой. Поэтому негосударственные фонды конкурируют еще и между собой. С одной стороны, для будущих пенсионеров в этом нет ничего плохого. Почему бы не перейти в другой фонд, если недоволен своей доходностью? Совсем потерять накопительную часть при этом нельзя. Все застраховано. Но можно лишиться инвестиционного дохода. То есть если вы будете переходить каждый год от одного страховщика к другому, вы ничего себе не заработаете. То есть каждый страховщик свой инвестдоход будет оставлять себе, а передавать будет вот только ваш номинал страховых минусов. Вот вы с чем пришли к ним, с тем и уйдете. Поэтому есть такой пятилетний период, чтобы человек побыл у одного страховщика, и страховщик смог заработать ему инвестиционный доход, который по окончании пятилетки фиксируется на лицевом счете. Для того, чтобы инвестдоход сохранялся, менять НПФ нужно не чаще одного раза в пять лет. Например, у вас было 50 тысяч пенсионных накоплений. В 2015 году вы перевели их в один из негосударственных фондов. С учетом того, что средняя доходность фондов составляет сейчас от 7 до 10%, за три года ваши 50 тысяч рублей принесли от 10 до 15 тысяч. И если спустя три года вы перейдете в новый НПФ, то никакого дохода не будет. Если человека действительно ввели в заблуждение, и ему не объяснили, что он при переходе потеряет инвестдоход, либо вообще не рассказали, для чего там взяли у него документы и что он подписал, человек вправе подать в суд, признать этот договор недействительным. Но опять-таки есть такая вот у нас коллизия в нашем законодательстве, что если договор признан недействительным, новый страховщик обязан вернуть предыдущему деньги в течение трех месяцев. Но предыдущий страховщик уже, ну как сказать, изъяв инвестдоход в досрочном переходе, у него нет оснований этот инвестдоход человеку вернуть. То есть человек ушел, инвестдоход остался у страховщика. Человек, к которому пришли неожиданные визитеры, должен вести себя очень спокойно и взвешенно. Прежде всего он должен попросить у визитера, кто вы такие, чтобы это было либо удостоверение личности, либо еще что-то. И потребовать от человека четкого вопроса, какой именно НПФ он представляет. Значит, они представляются там сотрудниками пенсионного фонда или сотрудниками газовой, например, службы. Ну самое главное, когда к вам, допустим, неожиданно такие визитеры пришли, значит, вы должны помнить одну главную вещь. Никаких документов предоставлять им не нужно. Ни паспорта, ни снится, что они обычно просят. И, естественно, не подписывать ничего. Значит, даже если они будут говорить, что завтра конец света, и все накопления сгорят и так далее. При появлении на вашем пороге подозрительных лиц, которые, несмотря на то, что будут показывать вам удостоверение работников государственных учреждений, в том числе Пенсионного фонда Российской Федерации, внимательно относиться к любым документам, которые вас просят подписать. Помните, что подпись на договоре означает согласие с его условиями. Порой мошенники используют самые разные схемы, представляя себя агентами разных организаций, присылая вам на мобильный телефон различного рода сообщения. Обращаю ваше внимание, что эти сообщения могут быть кодом подтверждения перехода в негосударственные пенсионные фонды. Внимательно изучайте предлагаемые к ознакомлению вам документы, смотрите, будьте бдительны и внимательны. Если же у вас возникают какие-то вопросы и проблемы при взаимодействии с негосударственными пенсионными фондами, если вы стали уже членом его или же членом какой-то другой финансовой организации, то, безусловно, целесообразно вам обращаться непосредственно в саму организацию с запросами и обращением. Если же эта организация не ответила на ваши запросы и обращения, вы можете непосредственно обратиться с интересующим вас вопросом в отделение Банка России по Белгородской области, либо же в Банк России, например, непосредственно через интернет-приемную сайта Банка России. Если же вы все-таки стали жертвой таких агентов НПФ и подписали договор о переводе накопительной части пенсии, его можно отменить. Обратитесь в негосударственный пенсионный фонд, с которым был подписан новый договор. Это нужно сделать сразу, чтобы документы не успели передать в Пенсионный фонд России. Иначе придется возвращать инвестиционный доход через суд. Если сотрудники НПФ не идут на контакт или говорят, что расторжение невозможно, обращайтесь в Пенсионный фонд России с заявлением и в Центробанк с жалобой. Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте посторонним паспортные данные и СНИЛС. Помните, что сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по домам. Не спешите с подписанием договора о переводе пенсии. Если делать это чаще одного раза в пять лет, можно лишиться инвестиционного дохода. Следите за формированием своих пенсионных накоплений на сайте Госуслуг или в личном кабинете на портале Пенсионного фонда России. Взвешенно подходите к выбору НПФ. Проверяйте его доходность и наличие в системе страхования накоплений. С вами была Марина Сафронова. Будьте внимательны. Всего доброго.